Вторник, 21 ноября, улица Есенина. На видео запечатлен момент ДТП. 39-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину-пешехода. Водитель бросился ей на помощь, а вот пассажир просто поспешил уйти с места происшествия. Никаких попыток оказать какую-либо помощь на видео не попало. Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи. Такой случай в городе не единственный. К сожалению, аварии со смертельным исходом по-прежнему имеют место быть. Из общего количества минимальная часть тех, где первая помощь действительно была необходима и могла бы спасти жизнь человеку. В настоящий момент Межрегиональная ассоциация автошкол направила письмо на имя министра внутренних дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть предложения, выработанные по итогам Международной конференции автошкола 2017. В них указано, что содержание утвержденных ГИБДД и экзаменационных билетов необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП. Один из примеров. Четвертый билет, двадцатый вопрос. Тема – сердечно-легочная реанимация. Во всех вариантах указано неверное положение рук, заявляют эксперты. По правилам оказания первой помощи они должны быть сложены в замок. В билетах перечислены другие неверные варианты, например, крест-накрест. Теперь мы раздеваем человека, находим точку в середине грудной клетки, на два пальца выше мячевидного отростка, кладем основание ладони, сверху второе, начинаем качать, выполнять нажатие. 30 компрессий, а затем два вдоха. Повторять до тех пор, пока человек не придет в сознание или не приедет в скорая помощь. Александр Казминский, ассистент Центра симуляционного обучения, говорит, что все водители должны знать основной момент, как проводится сердечно-легочная реанимация. Помощь экстренную мы оказываем пострадавшему только если есть угроза жизни. В 2016 году в Центре симуляционного обучения прошли подготовку все сотрудники ОМВД Рязанской области. Такая подготовка у них каждый год. Другой пример. Билет номер 21, вопрос 20. Наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано не менее 3-5 сантиметров от раны. В наложении жгута есть несколько тонкостей. У Александра в руках отравматический жгут, который есть в каждой автомобильной аптечке. При обильном кровотечении с конечностей необходимо накладывать жгут на эти же конечности. Места наложения жгута у нас бедро и плечо. 100% показание к наложению жгута это артериальное кровотечение. Если кровь бьет алой струей, бьющей под большим напором, здесь без оказания помощи человек умрет достаточно быстро. Конкретно этот жгут не требует никакой ткани или подкладки. Оптимальное время для наложения жгута полчаса. Александр объяснил нам, почему нужно накладывать его именно в этих местах. Анатомически, если вы видите скелет, у нас на дистальных частях конечностей имеется две косточки. Если мы говорим о ноге, то это большая малоберцовая. Если говорим о руке, то это лучевая и локтевая кости. Поэтому анатомический сосуд, из которого кровоточат, может проходить между двумя этими образованиями. И мы не сможем мышечной тканью задавить этот сосуд. Если в ЕГЭ по какому-либо предмету есть разночтение в формулировках или правилах, то хороший педагог объяснит своим ученикам и расскажет, как правильно на самом деле. То же самое касается и первой помощи. Неточности в билетах на право управления транспортным средством исправляют преподаватели автошколы-магистраль. Сейчас большое внимание оказывают медицине в автошколах, потому что водители, они оказываются в первые минуты всех ближе у пострадавшего. И поэтому я вас должна научить, как это делать до приезда бригады скорой медицинской помощи. В распоряжении преподавателя манекен Гоша, на котором она обучила больше сотни водителей. Приемы сердечно-легочной реанимации ничуть не отличались от показанных Андреем Казминским, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Также автошкола-магистраль проводит обучение школьников на бесплатной основе знанием ПДД и оказанием первой помощи. Более профессионально, конечно же, этот материал подается будущим водителям. Причем делается это так, чтобы во время чрезвычайной ситуации человек не потерял контроль над собой. Сейчас НИИ Организации Информатизации Здравоохранения разрабатывает стандарт программы обучения инструкторов первой помощи для всех типов обучения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.